А меня ещё и зажали. Дельфина, блин, беги. Дельфина нет! И всем привет! Вы на канале Тач-Хач, меня зовут Сергей, и это прохождение SkyMVR. Вот, в общем, вот этого дедульку. Вон там Людка стоит, и вот этого дедульку нам с тобой... О! В плане! Хе-хе! Подождите, я же только начал. Чё тут происходит? Я только начал. Кто? Там русский солдат. Валим его. Валим быстренько. Огненного Атронарха. Или как он там? Так, Макс, смотри, дедушка Мак, между прочим. Вот это неожиданно. Вот это сейчас было очень неожиданно. Напали прям в самом начале. Я даже, даже не успел тебя нормально поприветствовать. Ты представляешь? Сразу в бой, сразу в кашу. Так, смотри. По истечениям предыдущих серий мы познакомились с вот этим вот Эсборном. Это тот самый человечек. Он отвечает за клинков. Либо раньше отвечал за клинков. Либо как-то с ним был связан. И очень-очень умный, я тебе скажу, старикашка. Очень умный. Он прям молодец. Все знает о драконах. Все знает как чего. Предвещал все беды, которые обрушились на скорей... Ой, дверь закрылась. Открывай обратно, открывай. Пойдем, пойдем, пойдем. Все чисто, пойдем. В общем, нам сейчас нужно с ним выбираться. Смотри-ка. И еще, вот по этому комментарию. Вот-вот по нему, да. Пробежимся тоже, потому что не хочется терять где-то сундуки. Не сундуки, вернее. Вот те самые поножи. Даже после смерти. Ух, ететь. Но кровь у них была красная. Я знал, что она будет такой. О, я знал, ну конечно. Смотрик, так. Во-первых, у него здесь есть кражи из сундука. Не будем красть. Я-то мы еще в прошлой части выяснили, что красть мы ничего не будем. Бегленько так бегленько пробежимся обратно, посмотрим, где же у нас с тобой комната с капканами была. Она, наверное, нам нужна, потому что реально не ходит. А где старик? Алло? Алло? Ты чё? Ты где? Ты где, дружище-то? Такое честное. А где он? А он убежал-то, можно выяснить. Людка вот бегает. Перед нами вроде никто не пробегал. Эсберн, Эсберн, ты куда делся-то? Может он здесь? Ты тут? А, Эсберн, пойдем. Так, ты знаешь, как отсюда выйти? О, в общем, старик решил нас самостоятельно отвезти. Окей, пойдем. Пойдем, ну-ка, толкучий, давай. Эть, пойдем. Пойдем к выходу. Так, это какой-то старец. Людка там чуть-чуть парит в воздухе на руках. На руках висит, наркачается. Ух, качается, молодец. Пойдем. Пойдем, показывай, где здесь выход. Я готов, возьму лук на всякий случай. Ну, где лучок? Где наш прик... Где лук? А где лук? Вот, все, лук появился, отлично. Пойдем в крысиное нора. Хранилище. Ну, заходи. Людка, пойдем, не стой. Ух, Людка, Людка молодец. Она прям, ух, красавица. Я так понимаю, на нас сейчас... Ну-ка, разойдитесь, вы что? Во-первых, надо уступить пожилому человеку. Он, пускай, впереди идет. Не потому, что его жалко, мы его обязательно прикроем. А потому, что он более мудрый, более знающий. Немножко тупящий. Но ничего страшного, потупит и пройдет. Он знает короткий путь отсюда. Так, стоп, Людка, подожди секунду. Иди, старика прикрывай. Сейчас пробегусь, быстренько посмотрю комнату с капканами. Потому, что здесь это были крутые ботиночки. Эксклюзив, так можно сказать даже. Нет, комната с капканами, видимо, была... Была, наверное, чуть-чуть подальше. Попробуем, попробуем ее не упустить. Это, я так понимаю, была комната с четырьмя капканами. Пойдем, Эсборд, показывай. Показывай коротчайший путь отсюда. Так, милые маленькие мудрочки. Так, в плане осмотреть, там что-то осталось. А, это щит. Щит мы решили не забирать. Очень много места тратит. Да и, в принципе, он бесполезный. Смотри, смотри, как ему тяжело идти. По ступенькам уже, ну... Эх, старость, не радость, но он, смотрю, боевой. Кинжал взял магией во все стены, туда-сюда, со всеми разрулил, эльфов сам положил. Пойдем. Ну, в принципе-то и прятаться не мог. Красава, мужик, прям красава. Так, стоп. Секундочку, я пока с высоты птичьего полета буду просматривать все помещеньки и все, что возможно будет четырьмя капканами. Но, как я помню, это вообще не в этой секции. Может, я ошибаюсь, а может и нет. Ладно, скоро мы это узнаем. Так, внизу, что? Капканов нет? Великолепно, пойдем дальше. Так, интересно, вот эти, кстати говоря, товарищи Талмурские солдаты... Куда ты? Где ты, Эсборн? Подожди меня. Талмурские солдаты. Вот, Энди, пойдем, пойдем, пойдем. Я рассказываю, ты слушай тоже, слушай, и пойдем дальше, не останавливайся. Они должны были заспавниться после того момента, как мы откроем Эсборн, или это нам... Ну, или они просто там тусовались. Мне кажется, на самом деле, что... Они все-таки правильно там тусовались. Они изначально там должны, вроде как, пасли, вроде как, практически. Практически достали старика, сказали, вот он вот тут вот, и пытались его захватить. Нет! Людка, значит, где она там? Людка ворвалась такая, всех положила. Говорит, я тут ни при чем, я ни при чем все Людка делала. Так, Талмурский волшебник, быстренько посмотрим, болтание не болтали? Все чисто, все болтали. Так. У меня уровень, уровень вон там показывался. Прямо говорил, прокачай новый уровень, все дела, у тебя будет все хорошо. Окей, подожди-ка, смотри-ка. Отметочка, видишь, какая-то отметочка. Открыть. Буйная фляга. Ну, давай зайдем в буйную флягу. И, наверное, наверное... Так, оружие пока уберем, здесь вроде все свои. Ну-ка, я сборно, пойдем. Ишь, смотри-ка, что это за дверь-ка? Открыть хранилище, нужен ключ. Ключа, к сожалению, нету, поэтому... Ну, увы. Тебе расскажет все, что нужно. Расскажет, расскажет, только мы с ним не будем общаться, он ворюга и подлый гад. Ну, может, попозже будем, конечно, но... Я с чего-то этого не слышал. Так. Окей, побежали дальше. Комната с капканом явно не здесь. Это что у нас такое? Открыть крысиный нору. Да, мы просто возвращаемся в крысину нору. И вроде как, если я не ошибаюсь. Это должно быть где-то здесь. Прямо вот где-то здесь, где-то вот тут должны тусоваться вот крысы. Крысу вижу, капкан пока не вижу. Так, Эсборн, ты что, заблудился? Ты что? Пойдем, ты же красава. Ты же знаешь, что ты все помнишь, весь нормальный. Так, Босяк, Босяк голый. Я потерял Эсборн, но он сам, походу... Это кто? Это кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? А за что? А меня-то за что? Можно выяснить? Она прям конкретно на меня бежала. Так, от Ронарха надо сразу убивать, потому что это... Ух, какая... Ау! Кто это был? Больно. Так, заберем записку. Авария. Давай сначала прочтем. Я знаю, что объект прибудет врифтом в течение нескольких дней. Желательно действовать аккуратно, но ликвидация объекта важнее всего. Обычные ограничения по скрытости снимаются при необходимости. А, при необходимости... Тебя? Хе-хе-хе-хе. А, переведут за пределы Скоримы без наказания. Не подведи меня. Ух ты, зараза... Ух ты, какая хулиганьё. Она была, судя по всему, тайным агентом Талмора. На, он тебе луком ещё. Хе-хе-хе. Отгребай. Так, смотри, дедок с двух рук прям магией шурует. Вот это знаток. Вот это зна... Татища прям. Да, не-не-не, тихо-тихо. Я не возникаю, дедуль, пойдём. Так. Лук. Валяется лук. Орочий лук. Это драф. Драфа, по-моему, уже осматривали, да. Не вижу, не вижу до сих пор комнаты. И, конечно, хотелось бы забрать, но это не прям критично. Но, наверное, она где-то будет поблизости. Она либо поблизости, либо прям вот-вот-вот. Подожди-ка, это что? Это у нас рифтон. Давай, быстро. Я прям быстро, моментально пробегусь по комнаткам. Так, именно, не буду заходить в двери. Просто вот здесь пробегусь. Главное, не заплутать. Смотри, здесь мы поднимали мост. Это я точно помню. Значит, там был ещё проход куда-то назад и вниз. Где-то здесь. Вот, смотри, секирка. Секирка, это железная секира. Без эффекта, без всякой ненужной атрибутики и прочего. Так, это тупичок. Это тупичок. Так, смотри. По-моему, по-моему, она была прям вот... Я прям вот чую. Я прям чую эту комнату. Вот! Хе-хе-хе-хе. Я же тебе говорил, вот она, та самая комната с четырьмя капканами. Так. Джин, кулак. Ещё раз осмотрим. Перчатки, одежда. Удар и безоруженность. Десять дополнительного урона. Ну, заберу и заберу. Почему бы нет, но, наверное, это не они. А, здесь должны... Ой, ау, 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 ау. Щепнуло меня. Это было неприятно. Людка просто спокойно проходится на все ловушки. Уже знает все на своей шкуре. Ощутила так, что она такая спокойненькая. Да мне вообще фиолетово на эти ловушечки. И проходит. Красава. Так держать, Людка. Я обсмотрел абсолютно все углы. Комната с четырьмя капканами. Оп. Раз, два. Вон, ещё, ещё капканчик. Их больше, больше четырёх. И тут целых шесть штук, походу. Пять-шесть штук. И нету нигде ботинок. Нет обещанных ботинок. Представляешь, алхимическая лаборатория. Вряд ли. Всё. Нигде нет. Я пытался, как бы, все ты видел, я видел. Людка видел, Эсберн видел. Все видели. Я пытался, я старался. Это ботинок просто нет. Попробую чуть-чуть вот сюда обойти. Так, это что такое? Это что такое? Что это? Это просто какой-то мусор. Мусор не нужен. Вот, царь какие-то ботинки. Железные сапоги. Класс брони 11. Да нет. Обыкновенные, самые обыкновенные ботиночки. Так. Нет. Представляешь, ничего нету. Нету, к сожалению, ничего. Ладненько. Возвращаемся быстрее к Эсберну. Основная задача это вывести, вывести под прикрытием. Дедка-мага-знатока-драконов. Так, где он? Он где-то был вот тут. Но, как минимум, как я же тигру, мы обязательно найдем ту комнату и посмотрим. К сожалению, там ничего не было. Возможно, конечно, я их забрал. Но, как-то я этого тоже особо не припоминаю. Так, где-то здесь должен быть... Ой, вот-вот, он нас обратно вернул с нами. Говорит, ну вы чё? Вы чё, молодёжь? Хе-хе. Тормозите ты меня. Я бы уже сам уже отсюда свалил, если бы не вы. Так, ладно, возвращаемся в Рифтон. Ух, какая броня. Ничего себе. Так, тяжёлая броня полагащает больше урона, но весит гораздо больше, чем лёг. Это дракония. Наверное, это была дракония крутая броня. Ух. Не мешаю, не мешаю, проходи. Или нам с тобой поговорить надо? Куда тебя вообще-то отводить надо? Ты сам дойдёшь? Сам дойдёшь нам до кого-то? Ну-ка, дай-ка поговорим с тобой. Почему так-так? Это мы не будем. Это не будем, не будем, не будем. Ну ладно. Наверное, нам ещё нет. Смотри, откройте меню навыков. Меню навыков не нужно. Давай посмотрим, что у нас по задаче. Рознать легенды, а это не то. Стена Алдуина сопроводить Эсборна в Ривервуд. Пойдём, пойдём, я тебя сопровождаю, побежали. Я так понимаю, теперь сопровождение будет зависеть от меня. И теперь он будет, скорее всего, я буду направляющим, так сказать. А наш с тобой и Эсборна Людка будут за мной просто следовать, полагаясь на то, что я их защищу. Не боись, я же Девакин. Хе-хе, Девакин и Людка, тем более Людка с нами. Так что справимся спокойно, не переживай. И, хе-хе, более того, я сделаю сейчас вообще вот так. Нам нужно в Ривервуд. Где он-то, он где-то за горой тусовался. Вот он, Ривервуд. Я просто телепортируюсь. Не буду бежать. Представляешь, представляешь, сколько времени нужно было бежать. Вот это вот обратно, всё. Нет, я, пожалуй, просто нажму на кнопочку. И мы телепортируемся всем стадом. Все телепортируемся, все живые. Вот, Людка, красавица. Мужичок тоже тут немножко, чё-то снеги под глазами. Но это из-за того, что подземелье долго стало. Пойдёте, пойдёте, пойдёте. Давай, 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 давай. Не бойтесь, это всего лишь курица. Курица обыкновенная, пойдём. Так. Надо, наверное, идти вон туда, правильно? Правильно. Туда даже указатель. Ты что такой охранник, какие дерзкие? Пропусти пожилого человека. Ты что? Стоит, смотрит куда-то непонятно. Пойдёмте. Так, тихо, тихо. Куриц не трогаем. Ух, опасные создания курицы в Скориме. Ух, опаснейший. Так. Наверное, спящий великан. Заходим. Дельфина должна, наверное, нас уже ожидать. Вон она, игру ждёт уже стоит. Да послушаем, послушаем. Очень тихо, он говорит. Пойду поближе сразу. Дельфина, я рад тебя видеть. Много лет прошло. Я тоже рада тебя видеть, Эсборн. Слишком много, старый друг. Слишком. Я буду, наверное, за него говорить, потому что у меня практически не слишком. Ну что ж, ты здесь и в добром здравии. Да. Идём, я знаю, где мы сможем поговорить. Погнали в бар. Не? Хе-хе-хе. Пошли за залом, пожалуйста. Запросто. В самом начале, в самом начале, когда ты заходишь в эту таверну, ты думаешь, что она всего лишь там помогает разносить под нос и еду и прочее. А это глава таверны. По факту, фиг там, последи, понял? Сиди, последи там, чтобы никто не заходил и прочее ещё там за пивком сметнись. Хе-хе-хе. Ну, дельфина, ну, скрытное создание. Ух, скрытное. Так, давай двигайся, мужик. Мужик, ну, Эсборн, ну, давай пододвинь. Чуть-чуть. Во. Ну-ка, давай-ка поговорим, давай поговорим. Буду за него говорить, потому что очень тихо. Насколько я понимаю, ты уже знаешь? А к дельфине подойд поближе. О, да. Да, Вакин, да, я знаю. Это всё меняет, разумеется. Нельзя терять времени. Мы должны найти... Давай, покажу. Где ты у меня здесь? Что, Эсборн? Секундочку. Одну минуту. Вот, нашёл. Давай я тебе покажу. Давай, 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 показывай эту книжку. Смотри, вот здесь. Хлам небесной гавани, построенный на месте одного из главных аквавирских лагерей в пределе. Во время завоевания Скорима. Ты понимаешь, о чём он говорит? Нет, вообще не понимаю. Не перебивай. Алдуина. Вот так, может, слышно будет? Чтобы запечатлеть в камне мудрый и дальновидный шаг. Ты слишком близко подошёл, наверное. Стена считалась одним из чудес света. Однако ныне никто не знает, где она находится. Эсборн, к чему ты клонишь? Вы... Вы что, хотите сказать, что не слышали о стене Алдуина? Ты чё? Никто из вас... Я слышал! Сделаем вид, что... Это я уже за дельфину начал. И как она поможет нам остановить драконов? На стене Алдуина древние клинки записывали всё, что знали об Алдуине и его возвращении. Частью историю, частью пророчества. Много веков никто не знал, где она. Но я её нашёл. Она не погибла. Просто о ней забыли. В архивах клинков было скрыто много тайн. Мне удалось спасти лишь обрывки. Вот так вот. Ты думаешь, что стена Алдуина расскажет нам, как победить Алдуина? Да! Ну да, наверное. Пока не найдём её, не узнаем. Значит, идём в храм Небесной Гавани. Да! Я знала, что ты нам поможешь, Эсборн! Эсборн, красавчик, не зря тебя спасал. Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсборн. Рядом с так называемым Картспайром. В каньоне реки Карт. Картспайром. Мы можем встретиться с тобой там, или отправиться вместе. Решай. Ну, собственно говоря, чё время тянуть, пойдём туда вместе. Так. Давай отправимся вместе. Вы готовы? Сам собой. Попробуем найти этот храм Небесной Гавани. Эй, хухнем. Погнали. Погнали, дельфина. Так, это что? А смотри, она сгребла. Хе-хе, убралась у себя. Какая молодец. Взяла, убралась, скинула всё на стол. Не понял, потому что я вроде как кидал всё на пол. И подождём, он выкинул книжку. Он выкинул книжку. Вот эту книжку. Так, дайте... Ой! Не то нажал. Где мой лук? Так. Она... Хе-хе-хе. Анналы, драконьи и стражи. Понятно? Так. Это, наверное, на карте. Вот здесь у нас с тобой отметочки. Отметочки, кусочек истории. Это важная книжка, как я понимаю. Поэтому я, пожалуй, пролистаю её. Если тебе интересно, останавливай на паузу. Почитай, собственно говоря. Всё, она закончится. Можно её вообще... Да не, брать её не буду. Так, дельфина, убирай лук. Я просто, чтобы навесить нормально. Вот так, так. Это надо обдумать. Так, что обдумать? Береги себя, Оргнер. Прощай. Короче. Да, конечно. Ты тоже, дельфина, береги себя. Вот. Хе-хе. О чём я говорил прям вот чуть-чуть буквально до этого. Оставили тебе эту таверну. На дельфине больше не нужна. Окей. Вы распрощались. Я думаю, всё, хватит. Пойдём. Давай, давай, давай. Они тут толкаются так весело. Ну-ка, давай. Хе-хе-хе. Вот так вот. Эть. Да сам чуть не упал, идти. Давай, пойдём. Чё-то встало-то у нас, у нас дорога ждёт. Пойдём. Дельфин. Ха-ха. Проснись. Хе-хе. Девочка, пойдём. Пойдём. Ну, чё ты делаешь? Какая-то глупенькая. Глупенькая. Идёшь, не идёшь? А мы все толпой пойдём. Серьёзно? Хо-хо-хо. Смотри, в четыре часа. Мы все, вы все за мной ходите. Ничего себе. Первый раз вижу, что в Скореме можно сотрять, создать отряд из целых четырёх человек. Но только я не могу понять. Она сама по себе бегает, а она бегает реально за мной. Если за мной, то это будет прекрасно. Смотри, я сейчас побегу навстречу. Веди нас в Храм Небесной Гавани. Я веди? Так ты же... Ха-ха-ха. Ты же знаешь, куда идти. Почему я-то веди? Я думал, мы такие радостные. Просто быстренько за Дельфиной пройдём, посмотрим. Она говорит, веди. Ладно, смотри, четыре человека. Это уже неплохо. Мы... Это, наверное, сюда надо? Попасть в Храм Небесной Гавани. А-а-а-а. Хе-хе-хе-хе. Я забыл. Поэтому сейчас быстренько бегу в квесты. Попасть в Храм Небесной Гавани. Всё правильно, всё отлично. Единственный квест у нас светится. И единственное направление у нас с тобой имеется. Давай ещё раз взглянем на карту. И посмотрим, как же мы с тобой можем здесь пройти. Во-первых, хорошо было бы телепортироваться либо в Фолкрыт. Наверное, мы сюда не можем, да? Не можем ещё, да? Либо чуть-чуть, прям малую-малость, поближе в западную сторожевую башню. Поэтому соверши быстренько... Да, совершаем быстрое перемещение. Прямо быстрое такое... Хэть! И мы уже там. И, скорее всего, от неё начнём, потому что это будет, ну, чуть-чуть поближе. Тем не менее, это уже, как минимум, сохранит нам огромное количество сил. Так, смотрим на карту, где у нас на карте. Вот сюда. Вот сюда, куда-то вон в том, например, да, я стрелу... Стрелу достану, тебе будет стрела показана, потому что поведнее. Смотри, видишь, кончик. Вот нам туда. Здесь, смотрю... А, это, кстати... Это та самая местность, где мы сражались с первым драконом. Именно не видели, потому что видели первого Малдуина. А именно, сражались с первым драконом. Прямо вот на этой крепости он сидел всех огнём, поливал моего из лука. Потом паника, куча трупов стражников. И, в конце концов, душа дракона стала нашей. Так, смотри, кто-то там щемит. Я прямо отсюда чётливо видел, там кто-то куда-то щемал. Подождите нас. Хе-хе, мы с вами пощемим. Так, обгоревший дом. На карте никак не отображается, но... Ну, возможно, тут что-то есть интересное. Давай забредём. Быстренько так. Не будем там особо долго много времени проводить. Просто быстро заглянем так, посмотрим. Проведём небольшой шмон, так сказать. Так, здесь кроватка поспать можно. Кроватка отлично. Никаких секретиков, ничего, никаких сундучков. Ничего не оставили, серьёзно. Ну, как так-то? Я думал, тут можно поживиться чем-нибудь. Нет. Так, к сожалению, не работает. Так. Ну, ладно, у нас целая гвардия. Целый отряд. Ребят, да мы кого угодно положить можем. Прям чуть ли не крепости в четвером захватывать. Гениальный старец-маг. Дельфина, скрытная зараза, с мечом. И Людка, разумеется. Ну, и хе-хей. Сам Девакин. Так. Вы кто? Почему у вас наверху там огромное количество каких-то манекенчиков? Манекенчики стоят. Типа, мы здесь столдаты, все дела. Пойдём тоже зайдём. Зайдём, посмотрим. Здесь 100% кто-то есть. Это раз. А два, смотри-ка, я такой быстренько. Быстренько такой. Фигак. Где это? Не очень быстренько. Я хотел чуть-чуть побыстрее. Не ждать, наверное, вот так. И быстренько сохранимся. Потому что это скорее мы в любой момент нам могут наваливать. Если тут противники, не будем с ними задерживаться. Я тебя предупреждаю. Разбойник, да. Десятние разбойники побежали отсюда. Не надо. Не надо. Стойте. И поздно. Да, я уже. Подожди. Я просто загружу игру. Быстренько загружаю игру. И пока мы с ними не столкнулись. Я разворачиваюсь просто. Местность мы открыли. Еще быстро телепортируемся. Зачистим, если нам это надо будет. А пока побежали вон туда. Прям прямиком за стрелой. За стрелой в воздухе. Вся крепость окружена бандосами. Это будет просто... Можно, конечно, было зачистить. Как бы ничего такого нет. Это всего лишь какие-то навсего бандиты. Так, подождите секундочку. Эть! Промахнулся. Промахнулся я. Всего лишь бандиты. Но как бы... Зачем на них время столько терять? Это как бы глупо. Это реально глупо. Дракон! Дракон! Ха-ха! Я вижу дракона. Пойдем с драконом сходим. На моем счету пока всего два. Два дракошки. Но! Судя по тому, как мы быстренько приближаемся... Это кто? Это что? Ты что меч достал? Подожди-ка. Подожди-ка секундочку. Еще раз быстренько сделаю вот так вот. Уберу лук. Я безоружен. Видишь? Видишь вон там впереди? Он тоже убрал лук. Откройте мне навыков. Так, навыки я открыл. Навыки пока не открывал. Подожди-ка секундочку. Я не атакую. Стой! Смотри, и он не атакует. Я безоружен. Не знаю. Какой-то... Смотри, странный скелет. Что с ним не так? Он, наверное... Я еще раз сохраню, потому что не хочу накосячить на самом деле. Он... Что-то там огненное что-то гуляет. Что происходит? Он, видимо, по всему не агрессивный. Может быть, какой-то сюжет. Стой! Скелет! Просто скелет! Да не надо его убивать. Да, Людка, ну что ты такая агрессивная? Он всего-навсего сохранял. Здесь что-то ждал. Так, стой, скелет. Тебе, может, лут какой-нибудь интересный. Да куда ты пополз? Он укатился. Он весь укатился. Так, огненный аторонарх. Это наш? Это наш огненный аторонарх. А кто умеет его вызывать? Ты кто? Эсбор? Ничего себе ты маг. О, красавчик. Так, что у скелета есть? Древний нордский лук. И... И все. Лопата. Есть лопата. Вон там еще кто-то. Еще скелетики? Куча скелетов. Непонятно почему. Непонятно почему они были в принципе не агрессивны. Это кто сейчас так? Зачем вообще я вам в этом отряде нужен? Ты посмотри, что они творят. Это просто мощище. Это огромная мощь из четырех человек. Просто огроменная. Так. Колдун-новичок. Хе-хе-хей. Теперь стало понятно. Так. Погоревшие массы сразу изучаем. Это навык колдовства повышается до шестнадцати. Рецепт зелени. Ух ты. Сразу тоже используем. А, зубы ледяного... А, нельзя ничего с ним делать, да? Опереверный сранец тоже ничего нельзя. Давай просто заберем. Вдруг когда-нибудь он нам понадобится. Черное одеяние мага. Маги остаются на пятьдесят процентов. Это фигня. Кинжал тоже фигня. Вот. Наверное, это всего лишь навсего. Вот здесь непонятные вот это вот товарищи. Решил. Да, попробую я повоскрешать. Поучиться некромантии. Повоскрешал бедный труп. Они даже атаковать. А нас не хотел атаковать. Мне было жалко его убивать. Я тебе серьезно говорю. Прям серьезно мне не хотелось. Ну... Что там происходит? Почему на гиганта нападает от ранарок? Это эсборн. Ты опять шуткуешь? Хватит. Пойдем дальше. Так, вот дельфина. Правильно говорит. Пойдем дальше. Я тоже так думаю. Смотри, вон там дракон. Что хотите делайте, но мы сначала пойдем забирать дракона. Вот прям что угодно. Поэтому сейчас быстро-быстро бегу туда. Ну ничего страшного. Отклонимся. Мы ну слегонца отклонимся. Ничего страшного. Я в этом не вижу. Ничего не знаю. Зато. Зато у нас с тобой будет новая. Крутая. Может быть не очень. Но душа дракона. Еще раз быстро сохраняюсь. Прямо вот так моментально. Так. К великанам знаю. К великанам не лезем. Вот. Он вот. Смотри. Он прямо вот тут летает. Я по сторонам еще оглядываюсь. Постоянно для того, чтобы не... А где все? А где все? Алло. Алло. Товарищи. Вы куда убежали-то? Так. Дельфина вижу. Вижу Эсборна. А. Ой. Это Людка. Извини пожалуйста. Извини. Кошлютка. И вон дельфина добегает. Тень. Тень дракона. Он прямо над нами. Он прямо над нами. Вот он. Хе-хей. Погнали. Погнали в бой. Дракон нас увидел. Дракон готов получать по самые драконьи гланды. Мы по совместительству с... Великанами. Они нам помогут. Но плюс к этому они могут нас с тобой наверное и завалить. Это был наверное самый простой дракон. Целые три стрелы. Я убираю оружие. Я убираю оружие. Не подходи ко мне. Не подходить пожалуйста. Ну стой. Я не хочу вас-то убивать. Великан. Сейчас Людке хамдец. Людка улетела в космос. Ой. Тут бит. Ну все. А меня еще и зажали. Дельфина блин беги. Дельфина нет. Хе-хе. Едите он высоко откидывает. Увидел курган. Увидел откуда вылетел курган. И увидел полет в космос. Хе-хе-хе. Ладненько. Тогда смотри. Время серии потихонечку подходит к концу. Попробуем обойти сейчас вон с той стороны. Вот так аккуратненько. Главное что подальше от вот этих держаться. От великанов. Потому что ну уж очень больно. Они с одного удара буквально кладут себя отдыхать. Это обидно. Это очень обидно. И ты такой неподготовленный. Есть. Дракон ты нас видишь? Ты по нашу душу. Стой. Хе-хе-хе-хе. Ой. Где лук ты мой? Лук возьми. Лук верни. Лук верни. Возьми в руки. Ура. Спасибо. Так. Надо смотреть за хпшечкой. Прямо вот так в морду ему стреляю. Почему собственно говоря нет. Это дракон лошара. Дракон лох. Я бы так сказал. Поэтому мы очень быстро. Ну очень быстро мы его забрали. Ты смотри какая мордень. Ты посмотри на этот глаз. На эту морду. Ух красавец. Ух красавец. И забираем душу. Так. Кто-то там возмущается. Эсборн возмущается. Туда ли мы идем? Не туда ли. Драконья кость. Три штуки. Раз, два, три. Сразу забираем. Драконью чешую тоже. Золото. И мои обратные четыре стрелы. Уж будь пожалуйста добрым мне их вернуть. Да ты только в курсе. Конечно. Хе-хе-хе. Ладненько. Как я тебе и говорил. Мы забрали дракошку. Забрали достаточно красиво. Все четверо живы. Как ты видишь. Великашки тоже живы. А поэтому я с тобой пока прощаюсь до следующей серии. А ты пока. Комментируй. Ставь лайки. Подписывайся. Увидимся в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok